Доброе ташкентское утро, дорогие друзья, гости канала, мои любимые зрители и подписчики. В эфире очередной выпуск добрых новостей Узбекистана, и это уже 12 выпуск. И мы начинаем нашу информационно-экскурсионную поездку по городу Ташкенту, а именно с Мерзоубегского района, с бывшей лакокраски. Я сейчас проезжаю по улице Зиолилар под железнодорожным мостом и выезжаю в сторону Казы Махали. Далее проедем по бывшему Софийскому проспекту, а ныне Помкат, до перекрестка мечети Минор. Повернем налево в сторону Пожарки, С6, С5, С4, мимо Монумента Мужества. Далее спустимся по улице Шарафа Рашидова в сторону площади Мустыкилик, гостиницы Ташкент, и повернем на Узбекистанский проспект в сторону Дружбы Народов. Вот такой у нас с вами сегодня маршрут. И пока мы будем ехать, я, как всегда, зачитаю порцию добрых новостей, которые привлекли наше внимание. из новостных телеграм-каналов. Надеюсь, вам будет интересно. Ну и первая новость. Официально в столице наконец-то запустили мост, ведущий в международный аэропорт Ташкента. Да, общая длина путепровода, расположенного по улице Бабура, составляет 702 метра, ширина 46 метров. Также построены два клеверных и четыре дугообразных съезда, которые соединены с Малой кольцевой дорогой и улицей Садыка-Талипуа. Данный транспортный узел способен пропускать 5000 автомобилей в час и 132 тысячи автомобилей в сутки. Ну, что сказать, все помнят тот случай, когда в прошлом году, в 2023, в августе, в Ташкенте обрушились сразу пять балок стройчивогося путепровода перед международным аэропортом. И эта информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщили о сильном грохоте при обрушении бетонных конструкций. Компания Узбекистон Тимур Еларевич сообщила, что балки упали в процессе монтажа при помощи подъемного крана. Из-за неосторожности они ударились друг от друга и обрушились с места монтажа, говорил о сообщении. Ну и уже в этом году, перед сдачей самого моста, он прошел испытание провозом военных танков. В ходе испытания четыре войных танка по 40 тонн каждый были загружены четыре автотрейлера по 35 тонн каждый. Тем самым, общая нагрузка на путепровод составила 300 тонн. По данным Министерства транспорта, по результатам испытаний путепровод успешно выдержал нагрузку, превышающую допустимую во время эксплуатации, что свидетельствует о его достаточной прочности. Ну что ж, поживем, увидим. Как модернизация моста, ну, прослужит долгие-долгие годы нашему Ташкенту. Ну и следующая новость. В Ташкенте началась установка мощных радаров на перекрестках. На перекрестке Шухрата у метро Челназар установили новый тип радара, который фиксирует не только превышение скорости, полосу, но и использование телефона, непристенгнутый ремень и другие нарушения ПДД. Сообщают, что скоро такие радары появятся на всех перекрестках города. Ну и еще одна вкусная новость. 26 октября открылась первая гастрономическая улица в Ташкенте. Да, и к 18 часов улица Тараса Шевченко превратилась в круглосуточный центр для гурманов и гостей города. Здесь вас ждут рестораны, кафе, лавки и бутики на любой вкус. Да, мы обязательно пройдемся. Я с камерой пройдусь, покажу для вас обязательно, как сейчас живет улица, во что она превратилась. Надеюсь, вам будет очень интересно. Да, улица адаптирована для всех. Удобные зоны, отдыха, фотозоны, пешеходный фонтан. Приходите, будет очень интересно. Ну и следующая новость. В Узбекистане появятся приподнятые пешеходные переходы рядом со школами. В Ташкенте, Самарканде, Бухаре и других городах начали обустраивать безопасные переходы у школ. Также разрабатывается ГОСТ для стандартизации таких переходов. Ну и еще одна новость про камеры видеонаблюдения на дорогах. Официально, теперь уже да, официально. Водители, чьи нарушения с камер не будут направлены в органы в течение 48 часов, просто избегут штрафа. В Узбекистане водители освободят от ответственности за нарушение ПДД, если данные с камер не направлены в органы в течение 48 часов. Да, эта поправка уже внесена в Кодекс об административной ответственности. Статья 271 предусматривает прекращение дела о нарушении, если, первое, отсутствует сведения о собственнике автомобиля, и второе, вот эта поправка, она вторым у нас пунктом, информация о нарушении не направлена в течение 48 часов уполномоченному лицу. Ну и следующая новость. Уз Автомоторс выпустит Chevrolet Cobalt в комплектации Midnight, полночь. Да, автомобили будут оснащаться затемненными фарами и АКПП. Уже анонсировали и цены, что первая позиция будет стоить 125 миллионов, вторая 146, третья 147 миллионов сумм. Концепция создавалась на основе предпочтений потребителей на внешних рынках, проанализированных маркетологами. Новая версия будет отличаться в первую очередь оформлением. В принципе, наш тот народный автомобиль, который уже выпущен был за прошедшие 8 месяцев, 102 тысячи авто от модели, что в полтора раза больше прошлогоднего. В дальнейшем также планируется обновить дизайн интерьер. Cobalt Midnight будет выпускаться в дополнение к имеющейся комплектации, подчеркнули в компании. Да, получит Cobalt Midnight осветительные приборы и колесные диски в темных тоннах. Кроме того, все автомобили этой версии будут осуществляться автоматической коробкой передач. Да, до свидания, МКП. Да, здравствует, автоматическая коробка передач. Не совсем понятно, зачем тюнинговать старый автомобиль, хотя уже на рынке есть Cobalt 2. Ну, а тем временем мы проехали в Клотбище Минор, пожарку. Да, C6 был напротив. Сейчас у нас по левую сторону C5, и мы продолжаем путь в сторону Монумента Мужества, проспекту Шараф-Рашидова. Ну и следующая новость. В РЭС опровергли сообщение о том, что с 1 ноября должники по мусору будут отключаться от электроэнергии. С этой даты планировали внести ограничения на прием платежей за электричество при наличии трехмесячного долга за вылаз мусора. Однако еще нужно ввести поправки в законодательство. Объявлен конкурс на эскиз четырех въездных ворот в Ташкент. На подготовку проекта отведена неделя. Да, Ташкент Инвест объявила международный конкурс на разработку эскизной концепции четырех въездных ворот в столицу Узбекистана. Подать заявку необходимо до 7 ноября. Но часть строительной работы планируется в этом году. Ну что, дизайнеры, у вас есть шанс, чтобы ваша работа была визитной карточкой Ташкента. Дерзайте. Ну и следующая новость. Водителям грузовиков, занимающих крайнюю левую полосу, теперь грозит штраф. В кодексе об административной ответственности появился штраф для водителей грузовиков, который занимает крайнюю левую полосу. Правила дорожного движения еще с 1 мая 2022 года обязывает водителей грузовиков двигаться только по правой стороне дороги. Штраф в законодательстве до сих пор отсутствовал. Что, дорогие друзья, теперь немножко ностальгии. Да, мы пересекаем улицу Алишириновои и проспект Шарафта Рашидова. И вот, что мы нашли. Я вам сейчас покажу. Да, отправляемся на машине времени. 89-й год. На это же пересечение перекрестка. Ну что ж, смотрите, это наш Ташкент. Ну а мы продолжаем путь. И по проспекту Шарафта Рашидова сейчас будем проезжать площадь Мустыкилик. Ну, едем дальше. Еще одна новость. В Узбекистане в 2025 году на повышение пенсии, зарплат, стипендии и пособии направят 6,6 трлн сумм. Деньги выделят из госбюджета. Его доход в следующем году планируют в размере 308 трлн сумм. А расход 344 трлн сумм. Дорогие узбекистанцы, сохраните этот пост, куда жаловаться на отсутствие газа и света. Да, важно отметить, что в последнее время узбекистанцы начали массово жаловаться на такие проблемы. Внизу список городов и телефонов, куда следует смело обращаться. Ну, еще одна новость, которую трудно назвать доброй. В Узбекистане с 1 января 2025 года вырастет налог на землю и недвижимость. Ставки налога на жилую и недожилую недвижимость будут проиндексированы на 10%. Это затронет как обычных граждан, которые владеют квартирами или домами, так и компанией с офисами или торговыми площадями. Еще одна новость. Школьники Узбекистана вошли в десятку лучших на международном чемпионате по интеллектуальным играм. В финале формулы интеллекта, прошедшего в Ташкенте, приняли участие 380 команд из Узбекистана, России, Белоруссии и Казахстана. Столичная команда заняла шестое место, сообщает УЗАД. Узбекистанец решил перевезти в Российскую Федерацию весь дом на крыше автомобиля. В соцсетях появилось видео, где водитель автомобиля Кобальт, опять же таки наш родной, народный Кобальт, пересекает российскую границу с невероятным багажом. Мужчина перевез свое имущество на крыше легковушки. В салоне разместились 5 пассажиров, чем изумил таможенников. Бедный, бедный наш Кобальт. Власти Ташкента отчитались о подготовке электросетей к холодам. Обновили 120 трансформаторных пунктов. Планируется установить еще 23. Для районов города закупили 50 новых трансформаторов. Закончили строительство подстанции в Вишнобасском и Шахадорском районах. Строят еще 3 новых объекта. Ну, надеюсь, в этом году у нас не будут отключать повально электричество. Новый Ташкент будет рассчитан на 2 миллиона жителей. Правительство решило построить Новый Ташкент из-за роста населения пробок резкого уменьшения зеленых насаждений в столице. По данным властей, строительство будет осуществляться в 6 этапов. На первом этапе будут построены культурно-просветительские здания. Первым таким объектом станет культурный центр имени Алишер Наваи. Его спроектировала британская компания Заха Хадид Эрхетитакс. Ну что, дорогие мои старики, легенды 80-х и 90-х снова в Ташкенте. В преддверии волшебного нового года, 20 декабря в 19.00 в Ледовом дворце Хума-Арена пройдет грандиозный М-Стар Ретро-Фест с участием звезд мировой эстрады. Хэдэвэй, Сикрет Сервис, Арабеско, Мистер Президент, Атаван, Бэтбойс Блум и группа Ice of Base. Это будет вечер ваших любимых хитов, зажигательных ритмов и волны ностальгии. Приходите, приобретайте билеты по номеру телефона. Внизу оставлю ссылочку, где это можно приобрести. Ну а мы тем временем заканчиваем нашу поездку, информационно-инскурсионную поездку по осеннему Ташкенту, утреннему Ташкенту. Спасибо всем, что досмотрели до конца. Пишите комментарии, мы все читаем. Стараемся всем отвечать. С вами были Рустам и Камила. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok